Привет, друзья! Я Роман. И сегодня о рейтинговом голосовании. Прошло у нас рейтинговое голосование. На прошлой неделе мы выбирали, какие территории будем благоустраивать в первую очередь. Для этого были розданы анкеты администрации, было 4 встречи с гражданами. И на этих встречах граждане могли в предложенных администрациях территориях, здесь вот в анкете, есть 6 предложенных администраций территорий. Надо было проставить рейтинг от 6 до 1, соответственно, по мере важности. То есть 6-ка это на будущий год благоустройства, 5-ка на следующий и так далее. Было собрано 75 анкет и, соответственно, результаты потом были сведены вот в такую табличку, вот здесь в протоколе. И об этом мы поговорим чуть позже. Победил у них парк 350 лет Суджи. Это парк на вокзале, напротив мясокомбината, который там, должна быть установлена детская площадка по числу голосов. Ну и так далее. На втором месте у нас благоустройство пляжной зоны. На третьем месте благоустройство территории по переулку Пионерская. Четвертое устройство детской игровой площадки около Парка Победы. Это возле новой пятерочки, ну на Голубом, на станции, ну и так далее. Ну вот, что интересно. Интересно сама вот это, сам формат заседания этой комиссии. Ну и, собственно, чего мы хотели добиться, вернее, чего они хотели добиться от нас. Во-первых, на этой самой муниципальной комиссии мы должны были утвердить вот эти самые, как сказать, результаты рейтингового голосования. Ну, соответственно, мы должны были проголосовать, принимаем мы их или нет. В составе комиссии. В составе комиссии извинился. Было у нас теперь два инспектора ГИБДД, еще какая-то новая женщина первый раз была. Вообще непонятно, потому что есть положение, да, то есть муниципальная общественная комиссия должна работать по какому-то положению, документу. Да, вот этот документ я, к сожалению, на сайте администрации города Суджи не нашел. Есть прошлый документ еще при бывшем мэре Шматкове от 2017 года, а от сентября 2018 есть только шапка заголовок, но самого документа нет. Вот это интересный момент. Снимать мне не разрешили. Мэр ни в какую, уперся нельзя, я против. Ну, странно вообще, как бы это общественное мероприятие, да, заседание комиссии, это не закрытое, это открытое мероприятие. И принцип открытости и прозрачности, он, конечно, нарушен. Плюс то, что я журналист все-таки, корреспондент, я был там по заданию редакции в том числе. Ну, вот запретили, попробуем, попросим разъяснить прокурора или мэру, соответственно, что он не прав, ну, или мне, что я не прав. Ладно, на этом не будем сильно останавливаться. Очень интересные результаты, да, результаты того, что выяснили. Выяснили, значит, ну, сразу начну с итогов. Никого не интересует, на самом деле, администрацию не интересует, какие территории суджане хотят благоустраивать. Потому что на этом рейтинге голосования выясняли просто, когда мы хотим или они хотят, да, когда граждане хотят благоустраивать те территории, которые администрация и вписала в эту анкету, то есть предложила. Те территории, которые предлагали граждане, они, соответственно, в эту анкету, в это голосование не попали, там просто была клеточка, да, для того, чтобы можно было вписать, ну, естественно, эти территории набрали по одному голосу. Я запустил в интернете, в сети ВКонтакте альтернативное голосование, это не рейтинговое, это просто обычное голосование по отбору территорий, вот оно. Результаты поучаствовало больше 500 человек, 570 на сегодня, и результаты получились, конечно, совершенно другие. В первую очередь люди хотят благоустройства пляжа, пляжа и, ну, вот этой зоны на реке Суджи, потому что там, ну, все плохо на самом деле, и благоустройства там, конечно, никакое, купаться там страшновато. На втором месте туалеты и фонтанчики питьевые, это тоже хотят, причем большинство женщин именно, ну, понятное дело, если есть парк, если есть детская площадка, тем более будет, а туалета нету, и у нас вообще с туалетами полная беда. А еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта, это же кошмар, кошмар! Поэтому, конечно, туалета это тоже хочется, ну, и так далее. На третьем месте у нас, как ни странно, улица Заречная, благоустройство по улице Заречная, это тот проект, который был у предыдущего мэра, там сделать красивую набережную, ну, может быть, не набережную, может быть, какую-то зону отдыха. Ну, в принципе, почему нет, это место хорошее, классное, удобное, недалеко от центра, и, ну, вот так, на третьем. На четвертом месте роледром, скейтодром и так далее. Вот. Здесь, конечно, ну, проголосовало на порядок больше людей, да, и вот результаты, они совершенно отличаются от тех результатов, которые есть и здесь в рейтинговом голосовании. А в рейтинговом голосовании узнавали, когда граждане хотят, когда, просто в каком году. Сейчас попробую объяснить на примере, да. Смотрите, вот, если вы, допустим, хотите благоустройство на пляжу, ну, допустим, не вот в этом году, ну, в смысле, не в следующем, не в двадцатом году, а вот там в двадцать первом, допустим. Ну, двадцатом и что-то другое, а в двадцать первом вы ставите голос за пляж, пятерочку на двадцать первый год. И этот ваш голос сыграет только, если большинство людей поставят пятерочку на этот самый год, иначе они просто отбрасываются, ваши голоса не учитываются. То есть, насчитав сумму голосов, просто просуммировав все голоса в клеточках по вертикали за каждую территорию, получилось, что победившая территория у нас набрала меньше всего голосов, ну, хотя их там всех должно быть по семьдесят пять. Ну, вот, на первом месте у нас идет, как раз-таки, пляжная зона, семьдесят шесть голосов, кстати, запомните это число, мы к нему еще вернемся. Благоустройство подстующей территории по Пионерской, семьдесят четыре голоса, благоустройство территории по Красноармейской, семьдесят три голоса, благоустройство на улице Заводской, семьдесят два голоса, И, соответственно, детская игровая площадка на Волково, около старой пристани, 70 голосов. И вот эта победившая площадка на вокзале, парк 350 лет, основание Суджи, тоже 70 голосов. То есть победившая площадка набрала меньше всего голосов, просто рейтинг попал на тот год, на первый год, 48, а здесь 4, 2, 2, 2, ну, то есть так вот, да. А в других местах, вот 6, 8, 9, 18, ну, так получилось, 28 даже, и вот они не попали, потому что были размазаны. То есть совершенно непонятно, как это считалось, да, и почему. Вот здесь вот в результатах тоже результаты получились очень интересные, да. Первое место, 48 голосов, второе место, 35 голосов, третье место, 18 голосов, четвертое место, 29 голосов, пятое место, 28. То есть 18 голосов у нас больше, чем 29, 28 и 23 на шестом месте. Замечательно, поразительно, гениально. Вот так вот, ребята. Не спрашивайте, почему, я сам не знаю, почему, почему для них рейтинг был важнее, рейтинг именно, то есть в какой год и сколько человек поставило на этот самый год. Почему это важнее, чем то, какую территорию благоустраивать, непонятно. Непонятно мне. Ну вот теперь самое интересное, да. В соцсети ВКонтакте, в группе администрации города Суджи в своей опубликовала то, что они могут принять сведения от результата вот этого голосования только при подтверждении, там, ну, то, что здесь голосовали именно граждане города Суджи. Так, ну, наверное, я теперь вынужден обратиться непосредственно к администрации города Суджи, да, потому что я знаю, вы меня смотрите тоже. И вот вопросы вам. Вопросы вам первые, да. Первое, смотрите, здесь вот в сумме, в первом столбике 76 голосов, да. То есть я просуммировал по всем годам и получилось 76 голосов. Как могло получиться 76 голосов, если было собрано 75 анкет? Скажите, пожалуйста. Ну, в принципе, в принципе, после 2011 года, когда за Единую Россию проголосовало 146% граждан, удивляться, конечно, трудно чему-то, но вот получилось у нас из 75 анкет 76 голосов. Это странно. И что? Ну, странность вторая. Мне так и не смог никто объяснить, почему у нас именно рейтинг на первом месте, и почему не проголосовалось голосование по отбору территорий для благоустройства. Почему все предложенные гражданами варианты не попали в анкету, и, соответственно, мы голосовали только за те территории, которые предложила администрация. Второй вопрос. Третий вопрос. Почему место с 18 голосами стало важнее, чем место с 29 голосами, чем место с 28 голосами? Только потому, что эти 18 попали на этот год, и никаких больше не было, да? Ну, видимо, так. Вы чего гоните? Вы чего гоните? Безнаказанно. Вот просто так. И никто не скажет, что сняли с работы, вы что болтаешь? А ну, иди отсюда. Никто из муниципальной общественной комиссии, никто из комиссии, ну, там был представитель в МУК, был представитель как раз комиссии по рейтинговому голосованию. Он мне так и не смог объяснить значение данных в этой таблице. Сказал, он вообще не в курсе, как это считается, и он в этом не участвовал. Да, это ставал у нас Алексей, хотя подпись его в протоколе присутствует. Ну, и остальные члены муниципальной общественной комиссии не затрудняли себя вниканием, как бы, в суть вот этих всех документов, этих цифр, этих подсчетов. Вот просто все проголосовали за, единогласно, в едином порыве, даже не вдаваясь в подробности. Поэтому, ну, вот так. То есть, как было раньше, что прошлый мэр у нас реализовывал свои фантазии за федеральный бюджет и за наши деньги тоже, так и, наверное, продолжается все. Добрая такая, хорошая традиция. Вот, они делают, что хотят, и они вот еще жалуются, что мало народу приняло участие. Ну, а нужно это народу или нет, выставлять рейтинг вашим проектам? Ну, я не знаю. Народу нужно чуть-чуть другое. Народу нужен пляж, народу нужны туалеты и прочее. А в какой год будут благоустраивать парк на Красноармейской, ну, это не очень, наверное, нужно всем. Поэтому вот такая явка. Самое интересное, самое интересное то, что если вот я просуммировал, да, вот эти результаты, и в сумме голосов получилось, что они как раз совпадают с тем, что и у нас в интернете. И тут на первом месте пляж, и тут на первом месте пляж. Но по рейтингу он не попал, потому что, ну, потому что тут на первый год 18, на второй 35, на третий 8. То есть, если бы эти 8 вкинули, допустим, на второй год, он бы попал. А так он не попал, потому что просто эти голоса были размазаны по годам. Хотя их было больше, больше голосов, больше всего. Вот так. Теперь по поводу того, что, насколько достоверны данные вот здесь, да. Ну, давайте посмотрим, давайте посмотрим. Мы вот просто берем, берем и открываем там, ну, результат, вот, да. Открываем результаты, берем любого человека и смотрим там его геолокацию. Оп, он в суд же живет, да. Вот, открываем другого человека, там смотрим, оп, он тоже в суд же живет. Вот, смотрим, кто у него в друзьях, тут профиль был закрытый, этот открытый. И в друзьях у него тоже есть жители города суд же, да. Ну, понятное дело, вы бы стали голосовать там за выбор территорий, да, рейтинга для благоустройства территорий, скажем там, где-нибудь в Черемисино. Ну, нет, я думаю, нет, потому что вы вряд ли знаете, какие там есть эти территории. Поэтому то, что в этом опросе принимали больше именно суджане участие, это, ну, сомнению не подлежит. Что из себя представляет анкета, которую раздавали администрации города суджа? Это просто распечатанный на принтере листок с циферками, да. Просто листок с циферками, ничем не заверен, никаких подписей здесь нет, никаких данных о пользователях здесь нет. И где гарантия, дорогие мои, что те листки, которые вы подсчитывали с циферками, это те же листки, которые заполняли люди при встречах с гражданами. Таких листков можно нарисовать сколько хотите, и, естественно, кто там принимал участие, никогда вы не узнаете. Да, не надо мне рассказывать сказки, что вы знаете всех лично, вы не можете знать всех лично, 75 человек. Причем я точно уверен, что голосовали не только суджане, естественно, как и обычно. Ну, вот я был на одном, да, этом самом голосовании, на одном встрече, да, с гражданами, которая проходила на площади, и там просто проходящих даже останавливали, и просто мимо проходящих людей останавливали, давали им анкеты, знаете, проголосуйте. Естественно, никто не интересовался, жители они суджили или нет, поэтому вот это, вот это, да, интернет-голосование, оно намного достовернее, чем вот то, что здесь нарисовано, потому что там, ну, просто, просто, я не знаю, там наколдовать можно, что угодно, этих листочков нарисовать можно еще, два, три, четыре десятка вбросить с нужными циферками, и, соответственно, результаты будут такие, как нужно администрации, ну, вот. То, что они угадывают желание, ну, это, наверное, им больше кажется. Что еще хочу сказать в завершении? В завершении хочу сказать, что, ну, не знаю, правы граждане или нет, наверное, все-таки правы, потому что участвовать в чужой игре, да, делать то благоустройство, выбирать то благоустройство, которое уже вам навязано извне администрации, ну, это не совсем то, наверное, чего хотят люди. Поэтому, ну, будем бороться с этим, будем пытаться как-то, да, они вроде пошли навстречу уже, вроде пошли в народ, ну, сделали это, на мой взгляд, очень косолапо, и, ну, получилась ерунда всякая. Самое удивительное, что, опять же, в группе ВКонтакте в объявлении написано, что необходимо использовать, учитывать результат этого самого рейтинга голосования по рекомендациям, там, согласно своего же распоряжения, да, а устно было сказано, что это рекомендация, рекомендация от области. Пришла и, соответственно, и анкета, и вот такая вот рекомендация. Не знаю, я не думаю, что администрация области хотела бы видеть именно этот рейтинг, навязанных людям территорий, я думаю, что они имели в виду нечто иное. Вот это мы, конечно, постараемся выяснить и все узнать. Ну, а на сегодня вот так вот, так вот получается вот такая фигня. Все, спасибо, кто меня досмотрел и всего доброго, счастливо, увидимся.